Привет! Здравствуй, дорогой друг! Да, именно так выглядит мое лицо каждый раз, когда я понимаю, что мне придется садиться за монтаж. Хочу снять коротенький экскурс о том, как я сделал себе свет в комнате, как он выглядит, из чего он сделан, почему я так сделал и, собственно, какой вывод и для чего. Вопросов на самом деле много, но я просто хочу показать, как можно сделать немножко по-другому. Итак, смотри, у меня есть вот такая вот система светодиодных панелей, которые я когда-то собрал. Надеюсь, все-таки дотяну себя до того, чтобы его отремонтировать, вернее, сделать обзор и показать, как это делается. Конечно, конечно, Паша, у тебя все получится обязательно, у тебя все выйдет, ты все сделаешь и, конечно же, ты сядешь и обязательно найдешь на все это время тело, обязательно выставишь камеру, аппарат, конечно, конечно, верьте ему больше. Вот, у меня была вот такая вот люстра, собранная из нескольких палок, пары патронов и немножечко лампочек, короче, она меня дальше не устроила. После чего я повесил вот эту вот лампу, она метровая, то есть это два алюминиевых провила, куча светодиодов, вот, они вместе скреплены и были повешены на потолок, собственно, и все работало. Но мне показалось, света малый, я повесил вот такую вот себе панель светодиодную, она полутораметровая, то есть вот это вот все полтора метра. Итак, давайте по очереди. Первое, что я сделал, это я поставил, вот, я снял старые крюки, вот, и из старых крюков, из-под старого крюка и панельки я снял, вот, провода, тут же, короче, завел в распред коробку. В распред коробке я эти провода, тут же, короче, завел быстренько в вага, вот, и в вагах, вот их четыре штуки, то есть у меня две фазы, ноль и земля, вот, и тут же я, короче, вывел их на свою светодиодную панель. Пожалуйста, не обращайте внимания на то, что это выглядит на соплях, как будто бы из говна и палок. Это был временный вариант, и он был сделан всего лишь на одну ночь, и уже все переделано, сделано нормально, на совесть и хорошо. Как бы. Вот, но приколюха в том, что сами блоки, светодиодные панели, они сделаны в четыре шлейфа. Сейчас посмотрим. Вот, то есть, видите, раз, два, три, четыре. Четыре шлейфа, которые разными образами работают. И, по сути, у меня вот четыре переключателя, которые включают определенную систему светодиодов. Вот, светодиоды у меня по четыре этих шлейфа расположены равномерно, таким образом, они включаются равномерно по каждой из линеек. Сейчас я буду покупать себе блок на шесть каналов, и как раз заведу раз, два, три, четыре раздельно. И еще одну светодиодную панель я повешу вот туда вот в конец, вот сюда, для того, чтобы у меня было освещение для компьютерного стола, где я, собственно, и стримлю. Еще по тому, что было выполнено. Как видите, есть гибкий такой уголочек. Это из подсветодиодных светильников, которыми я сделал себе освещение для влогов. Вот они, вот эти вот светильники. Вместе с ними шли комплект на стуковины для крепления на стену. Собственно, какие-то я применил, какие-то остались. Вот те, которые остались, сделали. Вот длинный шуруп. Дивольно ничем не закреплено, ввиду того, что он длинный, а резьба находится вот только вот здесь. Пришлось закрепить вот таким макаром. Ну, собственно, по итогу у меня получается достаточно очень мощный, очень яркий свет. По цене вот данная светодиодная панель. Ну что, давай поговорим про стоимость, что, сколько стоит и по чем вам это все выйдет. Итак, если вы будете собирать метровую панель, вам понадобится 2 алюминиевых панелей по 163 рубля. Я брал на всех инструментах, но в данный момент в Leroy какие-то более правильные цены. Те, по которым брал я в свое время. Если вам понадобится полутораметровая, значит вам понадобится полутораметровая провила. Два штуки. Вот здесь оно стоит 258 рублей. Что ж, после того, как вы все это дело собрали, вам придется в Китае купить термоклей. Теплопроводящий клей для крепления светодиодов. Также вам придется подкупить драйверов, для того, чтобы все это дело нормально запитать. И, собственно, сами светодиоды я покупал и желтые, и синие. Они были в одинаковую цену и цены вы, собственно, все видите. Затем, после того, как вы все это дело смонтируете, вам понадобится монтажный кабель. Вот я, монтажный провод, вот я нашел вполне себе пригодный. Пожалуйста, вот вам цена. Ну и, когда вы это все разведете, вам понадобится несколько выключателей. Ну вот у меня в одной из панелей есть один выключатель, в одной из панелей три, и в самой большой их четыре. Собственно, для вас это понятно. Вот, если хотите сделать все эти управления, всеми этими панелями беспроводным, то воспользуйтесь пультом управления освещением. Вот у меня именно такой. Вот, собственно, теперь давайте по ценам. Итак, сразу говорю, что цены будут приведены на купленные мной в Алиэкспресс на тот момент товары, и опять же цены на тот момент купленные мной и только для полутора метровой панели. Поехали. Для сборки полутора метровой панели мне понадобилось два правила по полтора метра. Того в итоге я отдал 512 рублей. Разпредкоробка досталась не бесплатно, ну, либо ее придется купить в магазине за 58 рублей. Теплопроводящий клей для светодиодов два штуки по 120 рублей, и светодиодов понадобилось 140 штук. Того 350 рублей, но вы должны понимать, что вам впритык их, в принципе, не продадут, а если продадут только задорого. Они все продаются кратно либо 50, либо 100. Меньше брать я настоятельно не рекомендую, или впритык, по тому, как они приходят либо сломанные, либо светодиодов всегда должно быть в запас, чтобы вы могли всегда это все заменить. Далее. Драйверов нам понадобилось 4 штуки. То есть один драйвер, имейте в виду, что тянет 35 светодиодов. Как правило, это так. Это хорошие драйверы, и за 4 штуки я отдал 468 рублей. Дальше. Монтажный провод я купил давно, и не помню, где и почем, но вам он обойдется примерно в 100 рублей за 5 метров. Можно дороже, можно дешевле, но вот примерно такие цены. Переключатель или выключатель, как хотите назвать, это 4 штуки по 104 рубля, и, возможно, дистанционка за 558 рублей. Опять же, это в Леруа, и опять же, на тот момент. И, кстати, я покупал ее без акции на 4 канала. Таким образом, мелочь и крепеж я, в принципе, не считаю. Берите все, что вам удобно, или все, что есть. Я собирал банально из подручных средств. То есть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, вот оно и получилось. Но, там, купить пару дюбелей, пару саморезиков, вот это вот все, вам рублей в 30 реально выйдет, так что, ну, как бы вообще не парьтесь. Ну, и того, в конечном счете, мне панель вышла в 1742 рубля. Это если сухо, все по дешевке и впритык. Но вам меньше 2000, она вряд ли выйдет. Но, что вы купите за эти деньги? Ну, или 2300 с дистанционкой. По итогу мы получаем 140 светодиодных ватт. Что в пересчете на накаливание получается около 1120 ватт. То есть, мы получаем больше киловатта накаливания света. Вы представляете себе, больше киловатта за каких-то кое-как 2000 рублей. То есть, мы получаем вот эти самые киловатты, это с подобной гибкостью, то есть, это раздельное управление, разные шлейфы, то есть, это большая площадь, это рассеянный широкий свет, то есть, с теплоотводом, с огромным, которому даже не нужно примудительное охлаждение. Либо он будет выглядеть именно так, как вам нужно, а не будет либо супер громоздким, либо его супер не будет хватать и так далее. Нет, ребята, меньше 2000. Вы подобной конструкции не купите ни в каком случае. Попытайтесь меня переубедить, но я сомневаюсь, что у вас получится. Почему светодиодная панель обращена вверх? Свет равномерно растекается по потолку. Ну, вообще, он на самом деле неравномерно растекается, это даже видно на видео. Также, помимо прочего, вот светодиодная панель раз, вот у нее есть место справа и вот есть место слева. Короче, на место слева, вот сюда я еще одну светодиодную панель бахну, но она будет смотреть уже не вверх, а по диагонали вниз, вот сюда. То есть, таким образом, у меня будет контровое освещение и еще одну светодиодную панель, помимо того, что она будет смотреть вот так, вот еще одна панель будет смотреть вот так, вот сюда, потому как я хочу вот сюда, где у меня уже всем известная желтая вот эта вот противоэховая панель. Я хочу сюда еще хромакей бахнуть и светодиодную панель туда повернуть, вот, чтобы иметь возможность напрямую подсвечивать хромакей без танцев с бубном. Вот, у меня как раз есть, вот одна моя панель лежит, вот вторая панель, вот раз панель, вот два панели. И вот, получается, одна будет смотреть не в затылок светить, другая будет светить непосредственно на хромакей. Просто, дело в чем, что вот у этой, у нее есть и желтые, и синие светодиоды, и поэтому она дает более желтый цвет, чем белый. То есть, это где-то температура где-то 3,8, то есть, даже не 4, а где-то вот 3,800, наверное, 3,700. Ну, то есть, вот. У этой панели цветовая температура 6000 кельвин. Поэтому этой подсвечивать хромакей будет лучше всего, потому что не будет мешанины по свету, и подсветка хромакея будет равномерной. В ближайшее время я из коробки выведу фазные провода, выведу в распредкоробку, то есть, вот этот вот провод уберу, возьму провода, заведу во внутрь панели, и изнутри панели я их вот таким вот образом, то есть, вот здесь в алюмишке, алюмишка шполая, вот здесь я заведу их, вот здесь сделаю отверстие сверху, и изнутри выведу их вот так вот в распредкоробку. Будет аккуратно, ничего снаружи не будет висеть, а все будет исключительно внутри И все фазные провода уже посажу на беспроводной датчик, беспроводной блок управления освещением И, собственно, уже им буду управлять непосредственно каждым из блоков питания светодиодных панелей Как-то так, но это так чисто по тому, что я тут делаю, что я тут модифицирую, короче, что я тут вытворяю А то я достаточно много всего переделываю, а что-то, короче, я об этом не рассказываю Наверное, это, с одной стороны, неправильно Вот